21 мая день Тихоокеанского флота 21 мая 1731 горд императрица Анна Иоанновна подписала указ об учреждении новой военной флотилии с базированием в Порту Г. Охотск. Этот день считается датой основания Тихоокеанского флота. В 1999 году день основания флота стал официальным праздником. Первые русские корабли появились на Дальнем Востоке за долгода указа императрицы. В 1716 году в Охотске заложили первый в регионе военный порт, на долгие годы ставший основной базой флота в регионе. Тогда же была построена ладья «Восток» – первый русский военный корабль на Тихом океане. В дальнейшем строились новые суда, предназначавшиеся для военной службы и научной работы. В правлении Анны Иоанновны строительство береговой инфраструктуры кораблей получило толчок. К концу 18 века российская флотилия стала серьезной силой. Она отстаивала интересы России в регионе, а также обеспечивала проведение научных экспедиций, результатом которых стало множество географических открытий. С середины 19 века будущему Тихоокеанскому флоту пришлось не только нести мирную службу, но и воевать. Корабли, их экипажи и береговые части защищали Петропавловск во время Крымской войны, противостояли вражескому флоту в русско-японской войне. Гражданская война в России привела к разделению и переформированию соединений дальневосточных морских сил. С 1922 года вместо единого флота действовали морские силы Дальнего Востока, в которые входили Амурская военная флотилия и Владивостокский отряд кораблей. В 1926 Амурская флотилия стала самостоятельной, а Владивостокский отряд передали пограничной охране. Только в 1932 году морские силы были восстановлены, а в 1935 их преобразовали в современный Тихоокеанский флот. Все эти события сопровождались активным строительством береговых объектов и кораблей. В конце 30-х из флота выделили Северную Тихоокеанскую военную флотилию, существовавшую до середины 40-х. Во время Великой Отечественной войны Тихоокеанский флот защищал дальневосточные регионы от возможного нападения. Часть корабельного состава флота переведена в состав Северного флота для участия в боевых действиях. Многочисленные части и соединения с Тихого океана убывали на фронт для борьбы с захватчиками. В 1945 году Тихоокеанский флот внес большой вклад в успешное проведение операции против милитаристской Японии. В послевоенный период развитие Тихоокеанского флота продолжилось, строительство осуществлялось на новом уровне. За несколько десятилетий на Дальнем Востоке был создан мощный океанский флот с современным оснащением и вооружением, способный представлять интересы своей страны в разных регионах. Корабли и подлодки Краснознаменного Тихоокеанского флота несли дежурство в Мировом океане, совершали походы и заходили в зарубежные порты с дружескими визитами. В начале 90-х Тихоокеанский флот оказался в тяжелом положении. Инфраструктура и корабельный состав устаревали и разрушались без возможности восстановления. Ситуация изменилась лишь в последние годы. Ведется восстановление необходимых береговых объектов, строятся и вводятся в боевой состав новые вымпелы. Вместе с Северным флотом Краснознаменный Тихоокеанский становится основной и наиболее развитой составляющей ВМФ России. Очередную годовщину своего основания Краснознаменный Тихоокеанский флот встречает с новыми успехами и свершениями, позволяющими смотреть в будущее с оптимизмом. Редакция военного обозрения поздравляет всех служивших и служащих на Тихоокеанском флоте с праздником.